Президент подписал распоряжение о создании Национального центра России для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны. Основой станет выставка «Форум Россия», которая завершает свою работу 8 июля. Ее посетили почти 18 миллионов человек. Сотни тысяч гостей были участниками активности стенда Самарской области. Зрители могли увидеть, как ракета запускается в космос, узнать все о работе автоваза и о создании кластера беспилотной авиации, информирует телеграм-канал Вести с Дворянской. У держателей карты жителя Самарской области есть возможность подключения пакетных тарифов до 30 сентября. Доступно 4 вида тарифов, 5 поездок за 165 рублей, 10 поездок за 325 рублей, 20 поездок за 640 рублей и 40 поездок за 1240 рублей, пишет телеграм-канал городского департамента транспорта. В Кировском районе состоялось выездное совещание на место строящегося участка главного безымянского коллектора. Работы ведутся на глубине около 8 метров. Это крупная канализационная труба диаметром 1500 мм, которая принимает стоки от Красноглинского и Кировского районов города. Ресурсоснабжающая организация планирует заменить 170 метров трубы и почистить коллектор от накопившегося мусора, сообщает телеграм-канал Кировского района. В день семьи, любви и верности самарцы смогут посетить молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским в Кирилло-Мефодиевском соборе в 18 часов. Кроме того, в 19 часов состоится праздничный концерт. Участников ждут угощения, русские народные забавы, мастер-классы и игры для детей, пишет телеграм-канал Железнодорожного района.